Продолжение следует... Мы находимся южнее Иерусалима во втором по величине городе Иудеи Лохише, о котором повествует нам книга пророка Иеремии, книги царств, книги Паралипоменон. Лохиш – это была крепость вторая по значению. Здесь, в Лохише, мы нашли множество камней, включая эти. Они являются частью оригинальной крепости. Это огромное строение мы нашли прямо на этой локации. Данная крепость была построена для иудейских царей и являлась внутренней системой укреплений, которые были защитой для царей. Это было основное предназначение этой стены. Одна из известных историй в Библии является историей иудейского царя Амасии, который убегает из Иерусалима в Лохиш, чтобы спасти свою жизнь. Он прибегает на это место в надежде скрыться от людей, которые его преследуют, и он приходит в Лохиш, ищет убежище в этом большом укрепленном городе, возможно, в самом дворце. Но Библия говорит, что люди из Иерусалима здесь его нашли, убили, а тело унесли обратно в Иерусалим, который находится на севере отсюда. Впервые это место стали раскапывать еще англичане в 20-е годы. И тогда же был раскопан этот огромный царский дворец. Сегодня здесь, вот на этом квадрате, чуть-чуть севернее дворца, ведут раскопки студенты Южного Адвентийского университета во главе с профессором Майклом Хазелем. Вся эта экспедиция возглавляется из еврейского университета, что в Иерусалиме. Здесь, в Лохише, мне кажется, у нас тоже есть очень важная история. Если думать об этой локации, то, вероятно, одна из самых удивительных историй Библии – это история компании Санахарима в 701 году до н.э. на Иудею. В компании Санахарима использовались прочные камни. И всего лишь несколько сезонов назад мы нашли целую горку из 25 камней в одном из домов здесь. Мы нашли эти камни вместе с наконечниками стрел и наконечниками копий. Иногда мы находим броню, которую носили ассирийские солдаты, как часть телесной защиты. И все это свидетельствует об ужасных событиях компании Санахарима против этого города. О том, как он построил сооружение для осады города, о нападении на город и его последующего разрушения в 701 году до н.э. Библия ярко повествует об этой кампании в книгах Исаии, Царств и Паралипоменон. Мы часто употребляем такие слова, как Тора, Закон. Скажите, Закон Божий и Тора – это одно и то же? Не совсем так. Это так звучит в русском переводе. На самом же деле еврейское слово Тора происходит от двух разных корней. Первый корень – это Яра, означает учение, откровение. Второй корень – это Ор, означает свет. То есть Тора – это Божье откровение. Но, Александр, традиционно понимается же, что Тора – это законы для евреев. Это, к сожалению, неправильное традиционное понимание. Бог действительно дал Тору народу Божьему, который стоял у подножья горы Синай. И этот народ Божий уже не были все генетическими потомками Авраама, Исаака и Якова, потому что по выходе из Египта к ним присоединилось множество разноплеменного народа. Второе – Бог ставит этот народ, который сейчас собрался у горы Синай, священниками всему человечеству. Если так можно сказать, просветителями всего человечества, не только совершающему службу и какие-то литургические действия. Естественно, 80% своего времени священники, согласно установлениям Торы, должны были заниматься именно образовательной просветительской работе – обучать народ основам закона Божьего. Именно этого желал Бог от своего народа завета, который стоял и слушал эти законы у подножья горы Синай. Пророк Исаия позже напишет о том, что наступит время, когда гора Дома Господня станет во главу всех гор, и потекут к ней все народы, и скажут – взойдем на гору Господню, в дом Бога Яковлева, и там он научит нас путям своим, ибо от Сиона выйдет закон Тора и Слово Божье из Иерусалима. Многочисленная информация, которую мы сегодня можем почерпнуть, и особенно из интернета относительно археологических исследований, она бывает весьма противоречива. Одни утверждают одно, другие – другое. Как простому читателю, зрителю в этом во всем разобраться? Действительно, интернет является большим благословением, но может быть и большой проблемой. Прежде всего, потому что, например, YouTube, он построен на том, что человек преподает самого себя. Все, что он пожелает, он выложит туда. Да, и может это красиво сказать, а людям нужно понимать, что это за человек. И порой там такие сенсационные открытия, как, например, что нашли ковчег Завета, нашли ковчег Ноев и прочее. Да, я скажу так. Я участвовал в археологических раскопках 20 лет назад, но я не считаю себя археологом. Когда я читаю, я уже даже не говорю о видео на YouTube. И если, к примеру, появляется какая-то статья на каком-нибудь даже серьезном новостном сайте, я предпочитаю проконсультироваться с археологами, специалистами. Почему? Потому что любое открытие, оно должно официально публиковаться. Прежде не на новостях, а в научном журнале, чтобы его могли подтвердить. В противном случае сегодня очень много всевозможных мошенников, которые все что угодно могут рассказать. Никто не может вести раскопки на территории Иордании, Израиля или в любой части Ближнего Востока, в случае, если у него нет на то официального разрешения. Никто не может даже бросить тень на эту землю без легального разрешения правительства. Это невозможно, чтобы кто-то приехал сюда и начал где-то что-то копать без официальных допусков от разных министерств этой страны, а в нашем случае без разрешения правительства Иордании. Для того, чтобы мне дали возможность вести раскопки в этой местности, я должен написать длинные заявления, в котором будет указано, кто будет вести раскопки и в каких областях эти люди специализируются. Мы должны быть специалистами в области археологии. Мы должны иметь репутацию в научном мире. Мы должны иметь публикации в научных журналах. Но самое главное, нам необходима поддержка университета. Так что если я приеду сюда сам по себе, даже если они знают, кто я такой, но сам по себе, мне никогда, никогда не дадут разрешение без поддержки университета Эндрюса. За любым проектом всегда должен стоять университет. И вот когда мы приезжаем и получаем это разрешение, мы, конечно, обязаны за него заплатить. И каждый год это довольно немалая сумма денег. Все зависит от сезона и количества людей на раскопках. Вот такой этот процесс. Так что невозможно, чтобы кто-нибудь приехал сюда, даже в частности на эту локацию. Как только мы делаем запрос на определенные локации, в нашем случае Тель-Джалул, никто не имеет права прикасаться к ней, пока мы здесь работаем. Иногда люди заявляют, что они были на Ближнем Востоке, проводили раскопки и сделали удивительные открытия, которые изменят мир. Но на самом деле, процесс организации и проведения раскопок на Ближнем Востоке представляет собой очень сложную процедуру. Ты не можешь просто приехать куда-нибудь в этой стране и начать что-либо копать. В некоторых местах это сделать совершенно невозможно. Большинство стран требуют лицензии для проведения раскопок. Чтобы получить лицензию или право на раскопки, требуется наличие образования и поддержка какого-либо университета. А также необходимо иметь большой опыт в этой области. И ты не можешь просто проездом или находясь в отпуске приехать сюда и начать что-то раскапывать. Необходимо быть осторожнее с заявлениями подобного рода, которые делаются сегодня. Если кто-то говорит, что он был в отпуске, приехал на эту локацию и что-то откопал, сразу возникает ряд вопросов. Потому что получить лицензию в Израиле представляет собой очень-очень сложный процесс. Необходимо быть компетентным в этой области и иметь огромный опыт, который доступен не каждому. Поэтому повторюсь, что это процесс, на который уходят годы. И лишь немногие археологи имеют возможность заниматься подобными экспедициями и работать подобным образом здесь, на Ближнем Востоке. Александр, скажите, а в какой степени археология может служить основанием или утверждением веры нашей? Здесь нам нужно иметь очень сбалансированный подход. Если мы всю нашу веру будем основывать на том, что было найдено археологами, это будет ошибка. Дело в том, что археология, она не пишет нам историю. Конечно, бывают такие ситуации, когда находятся письменные документы, какие-нибудь хроники на глиняных табличках, или рукописи, или даже остарки на глиняных посуде. Это все, конечно, прекрасно. Но когда письменного материала нет, здесь получается очень много субъективных вещей. И археологу нужно опираться на тот или иной исторический нарратив. А как вот это может повлиять на конечный результат описания или вывод той находки, которая была найдена? Если ученый-археолог верит библейскому тексту, то в земле действительно находится много того, что подтверждает этот библейский текст. Однако, если ученый-археолог отказывается верить библейскому тексту, ну, тогда он будет использовать то, что соответствует его убеждениям, и зачастую подгонять свои результаты под точку зрения, основанную на палеонтологии, антропологии и даже марксистской социологии. Часть истории государства Израиль очень сильно связана с библейской археологией. Но так было не всегда. Сионисты, которые приехали сюда, не знали, что им делать с библейской археологией, потому что они хотели построить совершенно новое государство, основанное на принципах социализма и даже марксизма. Поэтому они хотели оставить древнюю историю позади, в прошлом. Однако то тут, то там люди начали что-то находить. В частности, кибуцники, которые обрабатывали землю, находили массу древних артефактов. И они стали говорить, так это же наша история. И поэтому среди кибуцников, которые поначалу были социалистами, стали возникать такие вопросы, а имеем ли мы какое-то отношение к этому? И поэтому вот с этого момента сионисты решили использовать археологию для того, чтобы с ее помощью рассказать свою национальную историю. Сегодня совершенно другое дело. Мы видим, сколько было сделано археологических открытий и как много государство Израиль вкладывает в археологию. В последнее время, Александр, на сайтах интернета мы можем найти массу разных интересных сообщений о археологических исследованиях, раскопках, которые ведут различные различные археологи. Среди таких исследователей часто звучит имя Рона Уайта, который представил видеозаписи, фотографии интереснейших, как он говорит, открытий. Что вы по этому поводу можете сказать? Еще в 90-е годы мне показывали его видеозаписи, тогда еще на ВХСных кассетах. Первые записи вроде бы как бы выглядят ничего. Он пытается рассуждать о неровности, которая есть у горы Арарат, которая может скрывать ковчег Ноя. И он говорит, что он там был. Однако же потом он начинает приводить еще некоторые свои открытия. В частности, он говорит, что он обнаружил колесницы, колеса от колесниц на дне Красного моря. Фараоновые колесницы? Ну, он это представляет в виде фараоновых колесниц, что это колеса от фараоновых колесниц, которые явно просматриваются. То есть он принес фрагменты этих колесниц и представил научному миру? Конечно же, нет. В интернете лежат только фотографии. Фотошоп? Скорее всего, фотошоп. Потому что, в принципе, во-первых, я там был. Он говорит о городе Нуэба. Я там неоднократно был. И ничего в том месте, конечно же, я не увидел. И не только я. Когда он представил свои открытия музеев археологии имени Зигфрида Хорна, то туда поехал директор тогдашний профессор Рандалл Янкер, который тоже ничего там не увидел. Любой человек может взять камеру, найти кусок земли и начать копать землю и все это снимать на камеру. А потом он скажет, смотрите, я здесь нашел ковчег Завета или что-нибудь такое. Знаете, это не раскопки. Если вам кто-то скажет, что проводил раскопки здесь, на Ближнем Востоке, скорее всего, это будет ложь. Такого не может быть, если у него нет разрешения на раскопки от государства. И еще одна вещь. Да, здесь, в Иордании, мы получаем разрешение на раскопки от нашего университета. Но в Израиле вы так не можете. Вы должны быть прикреплены к израильскому университету. Вы там не можете проводить раскопки только своим университетом, но и представитель Израиля должен присутствовать на раскопках. Получение разрешения очень сложная процедура. Так что я никогда не поверю, чтобы кто-нибудь, не являясь археологом и членом какого-либо института, утверждает, что сам проводил какие-либо раскопки здесь. Это нелегально и невозможно. Такого просто не может быть. 20 лет назад мне посчастливилось стать участником археологической экспедиции, которую проводил университет Андрюса в долине Мадоба. Когда я ехал туда, меня охватывали романтические чувства, что я что-то там смогу найти. Однако же, оказавшись на своем квадрате, работая бок о бок со студентами, докторантами, которые уже много сезонов сюда приезжали, я понял, насколько кропотлив этот труд. И с года в год открывали они сантиметр за сантиметром то стеночку, то пол, то какую-то мостовую. Это оказало на меня отрезвляющее воздействие. Сегодня, когда я слышу всевозможные сенсационные публикации о том, что кто-то нашел какой-то скелет целый три тысячи лет назад, или чего еще, я понимаю, что это абсолютно невозможно. Люди, которые этому верят, никогда не были на археологических раскопках и никогда не видели, как работает археолог, и не представляют, что это за работа. Интернет содержит большое количество материалов, связанных с археологией и археологическими открытиями. Но я думаю, что людям следует быть осторожней. Если есть потрясающие доказательства библейских событий, то следует насторожить. Когда вы видите какого-нибудь человека, который сделал серию нереальных открытий, которые невероятно будоражат ваше сознание, стоит задуматься, возможно ли это. Следует проверить достоверность источника. Является ли этот человек действительно археологом? Получил ли он образование? Любой человек может совершить важное открытие. Для этого необязательно иметь докторскую в археологии, чтобы найти что-то важное. Но после находки всегда следует проверка, которая не менее важна. Другими словами, если вы нашли лекарство от рака, оно не будет принято медицинским обществом до тех пор, пока не будут проведены серьезные исследования и проверки. В медицинском обществе существует определенный процесс. И даже на уровне государства, которое следит за этим процессом и видит, как это все работает. Я бы хотел сказать, что следует быть осторожней и не воспринимать все то, что видишь и слышишь, как достоверную информацию. Необходимо смотреть на вещи адекватно, а также советоваться с людьми, которые много знают в этой области и могут дать ответы на ваши вопросы, как оно на самом деле есть. Нам, как археологам, следует быть смиренными. Необходимо помнить, что самое важное открытие в библейской археологии, нахождение свитков Мертвого моря, было сделано молодым бедуинским пастухом, причем совершенно случайно. Но после этого открытия ведущие археологи, которые могли прочитать манускрипты. Сам пастух не мог их прочитать. Проводили процесс проверки находки на достоверность указанной в ней информации. И этот этап проверки очень важен. Я могу дать вам такой совет. У нас в университете Эндрюса есть институт археологии. Там работают 4-5 археологов, которые полностью подготовлены и образованы в своей сфере. И есть телефон доверия, который работает 24 часа в сутки. Лучший способ проверить информацию это отправить электронное письмо в музей Хорна. Либо обычное письмо, либо вам надо позвонить и задать вопрос по телефону. Вы можете сказать «Вот я узнал такую-то и такую-то информацию. Могли бы мне проверить достоверность этого? Достоверная ли эта информация или не очень? В таком случае мы дадим подробный ответ на любой вопрос или ситуацию, с которыми может столкнуться вы или кто-нибудь еще. Это самый лучший путь. У нас есть целая научная команда, которая работает 24 часа в сутки круглый год. Также у нас есть эксперты, которые работают в разных направлениях. Поэтому мы можем дать ответ на любой интересующий вас вопрос. И я скажу, что это самый безопасный путь. Но я не могу кого-либо заставить поступать именно так. Поэтому если вы хотите верить тому, что увидели в Ютубе или на видео или в какой-то презентации, это уже личное дело каждого. Но до того, как вы начнете верить во что-то, что имеет мало общего с реальностью, советую проверить эту информацию и посоветоваться со специалистами в этой области, которые готовы дать ответ. У нас есть эксперты и в других университетах. В Саурзен-Юнион-Колледж есть хороший археологический институт. У нас в Штатах почти в каждом университете есть археологи. Но самая авторитетная кафедра в области археологии находится в Эндрюсе. Поэтому вы можете всегда звонить и задавать вопросы, если слышите какие-то невероятные заявления. Александр, мы немало слышали высказываний и, казалось бы, открытий относительно Ковчега Завета. Есть ли какие-то данные, где сегодня находится Ковчег Завета, тот, который был в храме у Соломона? Никаких данных о нахождении Ковчега Завета у нас сегодня нет. То есть последнее, что мы знаем, это то, что во время нападения на Иудею этот ковчег спрятали где-то в скале. Мы даже и этого не знаем. Библия ничего нам не говорит о судьбе Ковчега Завета во время разрушения первого храма. Мы знаем лишь несколько фактов. Первое. Новохудоносор, разрушив храм, забрал сосуды. То есть Ковчег Завета не упоминается. Не сосуды. Второе. Мы знаем, что во втором храме, то есть отстроенном после возвращения Иудеев из Вавилона, а потом реконструированным Иродом ковчега Завета тоже не было. На основании священного писания понять, где ковчег Завета, мы абсолютно не можем. Есть всевозможные легенды, в частности, в Эфиопии практически в каждой православной церкви есть копия Ковчега Завета. Апостол Павел как-то сказал в послании евреям, что вера это уверенность в невидимом. В другом месте в послании эфесянам он говорит о том, что мы ходим верою, а не видением. С одной стороны, библейская археология позволяет нам кое-что увидеть. Однако же наши отношения с Богом должны основываться на вере в Его Слово, а не на объектах, которые мы можем потрогать или увидеть. Согласно указателям, мы с вами пришли к месту, которое названо город царя Давида. Александр, вот эти развалины, это и есть то, что когда-то строил великий царь? Эти камни, которые здесь сегодня раскопаны, это что? То, что его рукой было уложено? Нет, Даниил, город Давидов, он еще дальше надо пройти через дорогу, это завершенный уже археологический парк, туда пускают туристов. А мы с вами попали на место, где сегодня происходят археологические раскопки. Здесь уже на протяжении семи лет к югу от Храмовой горы происходят вот эти археологические раскопки, которые проводятся под руководством еврейского университета в Иерусалиме. Что, мы можем сделать тогда вывод, что здесь именно те стены древнего города Давида? Нет, пожалуй, таких выводов нам делать не следует. Вот еще археологи работают и они должны опубликовать свои выводы. Дело в том, что после каждого сезона экспедиция делает подробный отчет. Там фотографии, там измерения, там статистика, там списки найденного, слои, стратеграфия. Все это является первичным отчетом, который потом ученые берут для того, чтобы работать с ним, как с данными, делать на основании этого монографии, докторские диссертации. Пока вот эти данные первичные собранные здесь не будут обработаны, прессе не надо. делать скороспелые выводы. Не стоит гоняться за сенсациями. Спасибо, Александр. Что ж, и мы, наверное, не будем гоняться за сенсациями. Наш лучший выбор это Слово Божие, которое непреложно во все века. Оно неизменно, потому что есть оно откровение самого Бога. Доверяйте Писанию, читайте его, оно откроет и даст вам ответы на самые важные жизненные вопросы, а главное на вопрос вечности, нашего спасения. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ